Баттл Мы будем просто исполнять песни «Нось будет моей», «Я буду его» «И кто лучше» Как-то так По части Первый вопрос По части Будут ли звучать матерные слова сегодня со сцены И чем будет отличаться сегодняшний концерт Вы понимаете, для меня матерное слово, я не знаю, конституция Вот матерное слово Что такое мат? Я не могу сказать Вот у меня нет маты никакого У меня есть русский язык по полному объему И все эти разговоры О том, что есть какие-то запрещенные слова Мне кажется В 21 веке Они как-то смешны Вот таки По-моему, я исчерпываю сейчас Или было еще Может быть, еще Другой набор песен Больше про Питер Дон Естественно Недаром я вышел в футболке «Зенита» Конечно, мы начинаем Выступление с «Зенитовской» песни И Петербургу Концерт в родном городе Всегда, конечно же, другой Нежели чем Но он всегда отличается Будет по-другому Будет по-другому Спасибо большое Поднятая вверх рука Это верный шанс получить микрофон Прошу вас Добрый вечер Добрый вечер Ну тогда уже вопрос от футбольного клуба «Зенит» Вы уже не первый раз выступаете на этой площадке На «Газпром-арене» Если быть точным, второй Если быть точным, то второй Да, с какими мыслями вы на нее возвращаетесь И вообще, насколько вам комфортно здесь работать Я всегда удивляюсь Как такого негодяя-хулигана допустили до такого замечательного места И неужели на вот эту ерунду под названием «Мои песни» приходит такое количество народов Я прихожу и с искренним удивлением оглядывать пустые кресла, которые в скорости заполнятся Этот огромный объем, который тоже будет наполнен людьми И мне кажется, что какое-то чудо Спасибо большое Спасибо Коллеги, времени у нас немного Да, вот, пожалуйста Наниска Елена Риафан Скажите, пожалуйста, почему 20 лет назад вы не верили в успехгруппы А сейчас на пике популярности решаете все завершить Действительно ли это конец или, возможно, будет продолжение И вторая часть первого вопроса На что вы планируете потратить вырученные средства с Тура И второй вопрос В прошлый раз не все, к сожалению, зрители были довольны качеством звука Что поменялось в этот раз? Какие, может быть, современные акустические приемы будут использованы на этом концерте? Спасибо Давайте опять начнем с последнего вопроса По части звука Действительно, в прошлом году мы первая группа Первое шоу, которое Осмелилось зайти на эту площадку и сделать первый концерт Понятное дело, что первый блин, естественно, комом звук был не очень В этом году мы постарались, учли все недочеты Повесили Закрыли, во-первых, купол Повесили тряпки Добавили акустики Вообще, лучше, конечно, спросить у звуковика Какими конкретными техническими приемами он пользовался, чтобы улучшить звук Но звук, мы пробовали на самом чеке, он действительно классный получился Вроде все классно Эту проблему мы решили По поводу того, что на пике лет Я вот не думаю Что сейчас пик Я думаю, что сейчас Такое вполне себе плато Пик, наверное, был год назад И будет ли Реюнион Группировка Ленинград Я не знаю, обещать я не могу Мне очень бы хотелось бы Чтобы группировка Ленинград Уходила бы так долго, как Алла Пугачева Мы бесконечно давали прощальные концерты Все бы плакали, все бы говорили До свидания, до свидания, а потом мы говорили во время здравствуйте Это замечательно Главное, чтобы был повод Я не знаю Я как-то не планировал У меня не было, понимаете, цели выручить средства Они как-то... Я об этом не думал Ну, по звуку стоит добавить Что вообще на всех стадионах Были какие-то специальные нахищрения звуковые Потому что, в принципе, стадионы Предназначены, чтобы смотреть Вот стадионы, на которых мы выступали А не для концертов музыкального коллектива Какой бы мощный он был Поэтому, насколько мне известно В каждом случае В каждом случае вообще Наша техническая команда приезжала за сутки И... Вот кому стоит поаплодировать Так это им, конечно Потому что больше всех трудозатрат Было вложено Нашей технической группы И, конечно, командой Еврошоу Все мы... Конечно... Я, наверное, потел на сцене Но они потели гораздо больше Продолжим Вот, вот, вот Вот он, молодой человек Здравствуйте, Сергей Меня зовут Тимофей, телеканал МусСВ Скажите, пожалуйста Чем вы будете заниматься Теперь, как в качестве Безработного музыканта Как будет складываться Ваш день Вот, еще он будет составлять Из вас теперь не будет Репетиций Ну, говорят, там Судьи вы не будете пропадать Почему? Вот, расскажите как раз Может, будете пропадать Чем вы заниматься будете? Я не буду давать публичные концерты Вот А Чем заниматься? Я всегда знаю, чем заниматься Мне, на самом деле, не особенно Хватает времени даже А так заняться миллион Смотрите, сколько книжек написано И непрочитительно много А сколько может быть? А как наш день будет выглядеть Вот, если утра? Ну, как у большинства людей, да В принципе, люди, когда просыпаются Они обычно идут в туалет Я так же, да Вот, ничем не отвечаю Там Слава Богу, что у меня Нет будильника И мне не нужно куда-то бежать Если, опять же, нет самолета А самолета нет Потому что я не буду выступать публично Это классно То есть Какого-то особенного дела Какого-то другого В бизнес можете подадить Такого у вас нет плана Таких А я не считаю, что Нужно заниматься бизнесом в России Это утопия Где вы видели успешного бизнесмена? А музыкальный бизнес А? А музыкальный бизнес Здесь Музыкальный бизнес? Ну, может, продюсирование, условно говоря Это тоже абсурд Кто этим занимается? Какой музыкальный бизнес в нашей замечательной стране вышло? Ну, смешите Ну, если только вырастить Валерию вторую Чтоб она сделала на день милиции Но эта ниша уже занята Спасибо большое Спасибо вам Прошу вас Здравствуйте Меня зовут Венера Галеева Фонтан Кару Вопрос такой Жизнь становится у народа все сложнее Все больше лечить становится нельзя Ругать на матом нельзя Думать неправильно нельзя Я вам сказал Даконодатели Госдума Ну, просто вычитайте многое Вам станет ясно, что все нельзя На этом фоне Я думаю, что это беззаконно Чтоб вы ругались матом Только для этого На этом фоне Ваша деятельность Выглядела как некоторая форточка Как какая-то отдушина для народа И вот сейчас, когда вы так нужны Вы бросаете людей Скажите, вам не стыдно? Мне стыдно Мне стыдно Я людей не бросаю Дело в том, что Люди и без меня прекрасно терятся Еще и гораздо сильнее Со мной Все это выплескивается Скорее в танцы Танцевать Наверное Не очень хорошо Потом Я же Понимаете ли Людей это не приручил И они не являют Я не испытываю никакой ответственность Меня же никто не выбирал Я не депутат У меня нет подста никакого Я вот живу, как я живу И считаю Ленинград сейчас Поставленный на паузу Гораздо уместнее и созвучнее В происходящем их стране Нежели чем Я буду дальше Придумывать Как Изобретать Новые смыслы В этом абсурде Вот Хочу подумать Я надеюсь Все отметили Что на паузу А не на стоп И джет В последующем Наконец Прозвучало Какая-то надежда В ваших словах Прошу вас Здесь в первом ряду Сейчас Ну давайте лучше с микрофоном Чтобы все коллеги Слышали Добрый вечер Газета Петровский Курьер Ну вот Сегодняшний концерт Он завершающий Скажите пожалуйста С какими эмоциями Вы сегодня выступаете И стараюсь скорее просьба Несколько слов Для ваших фанатов Которые сегодня придут Вот что вы им Хотели бы сейчас сказать В преддверии этого события Вы знаете У меня будет куча времени Чтоб я что-то сказал фанатам Да Вот я выйду на сцену И те которые придут Они все услышат А эмоции у меня Я не назову Это каким-то знаете Приподнятым настроением Я думаю о технической Составляющей концерта Больше Мне хочется сделать Классное шоу Чтобы это Прозвучало Действительно Мощно Классно И Запомнилось То есть плакать По этому случаю Не планируется Плакать вообще не стоит Это пустая эмоция Это ни к чему А что же плакать Зачем? Ну Затем что завершаете И все таки Нет 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 Во-первых никто не умер Во-вторых Песни Ленинграда Они по-прежнему Останутся в записях Это раз Во-вторых Они настолько нехитрые Что вы можете их исполнять сами Спасибо Спасибо вам Спасибо вам Вы оставляете пустой такую Благодатную нишу Скажите Наверняка вы следите Что происходит в принципе Вокруг вас В музыке В культуре Кто может ее занять? Кто это может быть? Литл Биг Или кто-то другой Кто это Молотая шпана Что встанет на ваш кедестал? Я думаю что Литл Биг Это скорее Рассчитано на Молодежную аудиторию Ленинград Слушали люди постарше Потом я бы наверное Между Литл Биг И Диантр Выбыл все таки Диантр Потому что это первоисточник Как между Битлз И группой Очень хорошей группой Но тем не менее Все таки Обстороцортной группой Секрет Я выбираю Битлз Вот Не обязательно занимайтесь Никакой ниши Времена меняются Вкусы людей меняются В каком-нибудь 19 веке Представляете Еще совершенно не было шоу-бизнеса Ни одной группы не было в 19 веке А в 20 веке Весь народ пел Одну единственную песню В начале 20 века Цыпленок жареный И все И этого вполне хватило Чтобы свернуться В правительство Вы очень мало знаете Почему? Ну гораздо больше было Численок Нет Не было Они не было Пластинок Понимаете Музейцировали Музыкальным образованием Это вы знаете мало Музыкальным образованием Было 2% А в Первую мировую войну Извините меня 60% Население России Вообще были Безграмотными Поэтому Можно Испеть Почему тишину Почему тишину Ну Смотрите Тишину Сейчас вообще В принципе Даже если очень захотите Не сделать Потому что Есть интернет И каждый человек Читает своим долгом Что-нибудь комментировать Ничего не происходит Но Когда ничего не происходит Комментируют комментарии Поэтому Тишины Здесь точно не будет Сейчас Время великого бездежа Отличная Реплика для заголовка Вашего коллеги Давайте 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 Еще вопросов Несколько Сергей Может быть пока Собираются с мыслями Коллеги Очень большой масштаб Стадионы Посещаемость Какая главная фишка концерта Вот Вот я видел жирафа Не знаю Видели ли вы жирафа Увидите сегодня Вот есть что-то Что вас прямо Очень сильно Заманивает В самом шоу Вот момент Номер Ради которого Вы Ах Прям вот Сейчас Будет совсем хорошо Не знаю Всегда это Наверное Для меня Для меня это Какой-то момент Неожиданности Когда группа Исполняет какой-нибудь Поэтому это Не спланировано Еще Да Да Смотей Прошу вас Давайте уже С микрофоном Потому что Все записывают За всеми Сергей Скажите пожалуйста У вас очень популярный Инстаграм Вот Вы Максимально Емко присутствуете В социальной сети Планируете ли вы Разживать какие-то другие Можете в социальной сети Вести блок на Ютюбе Там Еще где-нибудь То есть Планируете ли вы Становиться еще более популярным Блокером Чем уже сейчас есть Нет Не планирую Я Инстаграм Честно говоря Стараюсь Реже и реже Публиковать С чем это связано Ну это с тем Это связано Что я пытаюсь Понизить уровень Вот этого Уже невозможно Смотреть интервью По моему интервью Взяли все У всех Сейчас пойдет по второму Или третьему кругу Да Это уже напоминает Какой-то групповой секс Я Как вы говорите Если Возвращаться к Цепенку Жареному Вы сказали Чем бессмысленнее текст Тем популярнее песни Как вы думаете С чем это связано Связано ли это как бы с ментальностью Россиян Или почему так происходит Почему так происходит Как вам Здесь рок-н-ролл Чак Бэри Извините меня И вообще не Чак Бэри А почему здесь россияне Почему так происходит На ваш взгляд Я скажу Тем не смысл не петь Тем не смысл Почему Так-то песню нужно мычать Песень для того чтобы петь Она не про смысл Она про какие-то такие Совсем архаичные вещи Песня обращается скорее всего К рептильному мозгу Вот к тому Который был еще Когда мы с вами по деревьям лазили Вот эта песня Почему Вот Никто ж не задает Обезьяне вопрос Вот Ты воешь с каким смыслом Или собаки Вот ты воешь Чего Она просто воет Вот воет Так же и песня Чем проще это производить Да Тем это лучше Спасибо Здравствуйте Пятый канал Сергей Лисков Сергей скажите Вот понятно С публичными выступлениями А всем нравятся ваши клипы Будете ли вы продолжать Снимать клипы И ждать ли новых песен И когда Я надеюсь что буду Для того чтобы мне начать Снимать новые клипы Мне нужно понять Что революционного еще сделать Поскольку Поскольку Открытый Мной Жанр Стали юзать Уже буквально все Начиная От Филиппа Киркорова И заканчивая группой Little Big Я не могу Находиться Вот в этой В этом уже Общем потоке Да Поэтому мне нужно Придумать что-то новое Чтоб самому себя удивить Клипом сейчас Никого не удивишь Да Это как выпуск Вот вас удивляет Программа Время Нет Она Есть И есть И сейчас Любая группа Которая выпускает клип Вот меня это не удивляет Это не интересная стратегия Это то что было И то что будет Это газета Правда И что там напечатано Не важно Сам по себе Этот метод Воздействия на зрителя На мой взгляд Он себя уже Дискредитировал И исчерпал Спасибо Коллеги справа от вас Передайте Пожалуйста микрофон Спасибо Добрый вечер Главное событие Интернет-дизайне Москва Сергей Хотелось спросить Как вот вы Форму поддерживаете Спортивную Вы всегда Находитесь в отличной форме В туре Как вы Себя поддерживаете Просто физически В хорошем Самочувствии В форме Спасибо Ну Во-первых Я иногда бегаю Да Потому что на стадионе Очень сложно Выступать Будучи Неподготовленным Физически Очень сложно Прибежать Такое вот Большое расстояние От края цены До края цены А так вот Собственно и все Ну и репетируем Много Бег у вас По зарядке Чтобы присутствовать Да? Я бегаю Да Ну бегаю там 5 километров В В неделю Раза 3 Это вполне Достаточно Ну и иногда Поджимаюсь И подтягиваюсь Никаких Хрипнозалов Никаких Вот этих Кето диет Или что-нибудь Вот этой Вот этой Херни Ни за что Никаких Баночек Специальных Все очень просто Спасибо Ну мы знаем Что вы бросили курить Бросили выпивать Как будет Проходить Артепати Финального Концерта Стадионного Значит Наверное Мы будем Колоться Так Я Я Я Дело в том Что это же вообще Все не важно Где-то Я так Прочитал И понял Что В принципе Гарантийный срок Человека Это 40 лет Он на гарантии Как стиральная машина Существует 40 лет Остальное Это вы же знаете Вот такое Хорошо Если крутит Да А если отжимает Так вообще крутит Вот Поэтому Надо поаккуратнее Да Со стиральной машиной Которая Отслужила Твой срок Не надо Затемнуть туда кирпичи Ни в коем случае Она просто станет То же самое и с человеком Гарантийный срок После 40 Заканчивается Коллеги Мы завершаем Я Да Давайте финальный вопрос Спасибо Здравствуйте Мария Гафонова Поставка культуры Скажите пожалуйста Вот Возвращаясь к вопросам О финальном туре Бывали ли какие-то казусы Во время стадионного тура Или А Что такое казусы Ну Какие-то Так сказать Курьезы Забавные случаи Да Забавные случаи Я даже Я даже не знаю Как вам сказать Ну Для меня вообще В принципе весь тур Это забавные случаи Понимаете Ну а что может быть Не забавнее 46-летний Не очень хорошо Поющий Чувачок Собирает Полмиллиона Зрителей В Не самой богатой Стране мира Блядь Это не куют Друзья Давайте Один маленький штрих Вы видите За моей спиной Написано Посещаемость В Человеках И Возле Санкт-Петербурга Стоит прочерк Сергей По нашим данным Шестьдесят Семь тысяч Человек Соберутся На теоретиках Мы просим вас Вписать Эту цифру Спасибо большое Спасибо Субтитры 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 Субтитры